Верующие чувства верующих Они шныряют по послесловиям и предисловиям книг, по сайтам, по журналам, по выставке И везде жадно ищут возможности чему-нибудь оскорбиться и устроить очередную истерику Но они имеют право на эти истерики И мы, в общем, конечно, должны их чувства беречь Поковыряться в истории того, что же на протяжении мировой истории оскорбляло верующих Оскорбляло христиан Какие факторы для них были наиболее оскорбительны И что вызывало у них наиболее массированные продолжительные и шумные истерики Посмотрим сразу же на первые столетия новой эры Они еще не очень вошли во вкус, но уже довольно быстро начали оскорбляться В первую очередь их оскорбляли, конечно, Гомер, Сафокл, Иврипит, Исхил и другие классики античной литературы Почему? Потому что в их произведениях упоминались другие боги Соответственно, преподавание Гомера было запрещено в школах того времени По возможности книги изымались или как-то портились Но затем они начали входить во вкус И уже поняли, что на самом деле оскорбляться можно по любому поводу Сперва верующих, конечно, стали оскорблять античные статуи И античные храмы, храмовая культура, храмовое искусство, фрески, росписи, мозаики, различная мелкая пластика И вот тут уже оскорбленные христиане начали, воспользовавшись тем, что они приобрели возможности и вес в обществе Они начали уничтожать все Античные статуи уничтожались тысячами, как оскорбляющие чувства верующих Античные храмы сносились и разбивались в мелкий щебень, как это, например, произошло с храмом Сераписа Оскорбляло все Сбивались мозаики, смывались фрески Любые мелкие проявления так называемого языческого культа Какие-то пустяковые веночки или лампадочки домашним богам Служили поводом для страшно оскорбленной реакции Соответствующим написанием доносов Приходом солдат И репрессиями в отношении тех, кто позволил себе эти вещи Уничтожив практически всю античную культуру Всю материальную базу античной культуры Вы понимаете, что то, что у нас есть сейчас в музеях, это жалкие ничтожные крохи того, что могло бы быть на самом деле Христиане и верующие стали искать, а чему бы вот еще пооскорбляться Что бы еще могло их пооскорблять в религиозных чувствах, да так сильно Чтобы у них была возможность очень пылко и истерично по своему обыкновению проявить это оскорбление Они нашли довольно легко, это были, конечно же, книги До этого они уничтожили все философские школы, которые тоже оскорбляли их своим существованием Потому что не все там были их сторонниками Но вот они нашли книги Практически все античные библиотеки, содержащие тех авторов, в которых употреблялись имена там Зевса, Осириса, Изиды, Геры, Деметры, то есть богов, конкурирующих с богом христиан Были уничтожены Как вы помните, еще в 391 году епископ Феофил дожег, наконец, Александрийскую библиотеку Там оставалось порядка 14 тысяч различных драгоценных томов А благочестивейший император Валент призвал собрать по всей Антиохии Все книги до христианского периода и сжечь А если будет невозможно сжечь, то закопать в землю Это тоже все свидетельствует о том, что христиане очень легко и бурно оскорблялись В 590 году, по-моему, папа Григорий приказал просто Оставил точку в этом вопросе Он приказал уничтожить все книги дохристианского характера И вот был такой замечательный афинейный в Кратиске Который в 228 году описал в своем пире философов Упомянув почти 800 имен писателей И полторы тысячи названий литературных произведений Которые до нас вообще не дошли Это были как раз те самые плоды оскорбленности христиан Причем, надо сказать, что никогда невозможно предугадать Что их на самом деле может оскорбить И до какой степени от оскорбления их чувств будет сильным и неожиданным Ведь их оскорбляла на протяжении почти 100 лет иконопись Они уничтожали иконы, они разбивали иконы о головы иконописцев Руки иконописцев они жгли каленым железом Это делали православные, благочестивые люди Они закапывали иконы Они их жгли, дырявили, выкалывали глаза, сбрасывали Их оскорблял факт иконописи Потом, правда, ситуация поменялась И их стали оскорблять те, кого оскорблял факт иконописи Но это уже вопрос совершенно другой Точно так же в новейшее время Они легко нашли очень много поводов пооскорбляться В частности, как вы помните, их оскорбил факт книгопечатания И первопечатник Иван Федоров подвергся диким репрессиям Православной христианской толпы в Москве Который оскорблял факт напечатывания книг Так называемых священных Типография была разгромлена Избиты ее служители А самому Ивану Федорову удалось бежать Квирин фон Бромберг Был такой замечательный, очень благодушный Очень верящий в просвещение человек Который решил открыть в Москве первую аптеку И познакомить русских с тем, что такое фармакология Сам факт наличия аптеки Как бы некоего подобия скелета в ее витрине Неких зелий, как утверждали тогда верующие Оскорбил православную толпу Настолько, что аптека, естественно, была тут же снесена Уничтожена, несмотря на то, что у Бромберга Были все необходимые официальные разрешения Ну а потом их оскорбляло и в России, и в Европе Уже просто вообще все Их оскорблял Бруно, Галилей Открытия астрономические До такой степени их оскорбило Открытие малого круга кровообращения у человека Сделанного Мигелем Серветом Что они сожгли Мигеля Сервета Потом уже все, естественно, шло по нарастающей Их оскорбляло изобретение электричества Стоит почитать истерики попов и наших, и западных по этому поводу Их оскорбляли лампочки, автомобили, изобретение железной дороги Чрезвычайно оскорбили, если не ошибаюсь То есть следующий факт Их очень оскорбило изобретение рентгена Почему? Да, потому что первые же полнорослые рентгеновские снимки Не указали, не показали места базирования души в человеке Их оскорбил Сеченов выходом своей книги Рефлексы головного мозга Их оскорбляла анатомия И сам факт занятия ею Анатомов преследовали, как вы помните Разгромы лаборатории Визалиуса Ссылка Визалиуса в некое паломничество Ну и даже в 19 веке, еще в 824 году Казанские семинаристы громили анатомические коллекции Казанского университета То есть их оскорбляет все Вот об этом надо всегда помнить Щадить, естественно, их чувства Но помнить, что если бы все то, что их оскорбляет Не получило бы жизни, право на существование То, вероятно, человеческой цивилизации просто бы не существовало И вот в качестве постскриптума Хочу к предыдущему уроку о гонениях на церковь дополнить несколько слов Я внимательно просмотрел, что же действительно было с преследованием верующих Вы знаете, вот такого ни одного дела Которое было бы целиком стерильным от политики Целиком стерильным от участия в какой-то контрреволюционной, подрывной деятельности Или в деятельности, замешанной на дележе доходных приходов Потому что Попы ведь тоже очень активно писали друг на друга доносы Очень активно обвиняли друг друга то в недообновленчестве, то в обновленчестве То в хищении различных ценностей, то не в хищении Вы знаете, вот так вот очень трудно найти какое-нибудь дело Где человек был бы осужден за веру Мы можем говорить на относительно чистом примере Вот то, что называется верующего человека В 1923 году, как вы помните, был арестован Алексей Алексеевич Ухтомский Блистательный русский физиолог Это был не просто верующий человек, он был тайный монах Другое дело, что он был не совсем православный Он был старообрядец, причем из числа таких крутых старообрядцев Которые ничего не забыли, ничего не простили патриархии Но, тем не менее, Алексей Алексеевич Ухтомский Будучи профессором физиологии, никогда не стеснялся демонстрировать свои религиозные взгляды Служил в единоверческой церкви И вот в 1923 году Ухтомского арестовали И все дело закончилось тем, что ему приписали Очень занятное постановление ОГПО Ему приписали держать свои религиозные взгляды при себе Но и вторым наиболее важным пунктом Его обязали привезти свою квартиру в соответствии с санитарным правилом содержания помещения Но Алексей Алексеевич, как многие талантливые люди, был не слишком аккуратен И получая профессорский паек от большевиков Эти профессорские пайки, в которых были искропортящиеся продукты Он складывал на полочке у себя в квартире Ну пришли ученики, съели, значит тогда все в порядке Не пришли и не съели, профессорский пакет набора оставался пахнут Но тем не менее, вот на этом простом примере Очень яркого и откровенно верующего человека Мы видим, что для него все репрессии закончились, по-моему, четырьмя или пятью днями Разбирательства ОГПО И с тех пор никто никогда его за веру не преследовал Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!